У нас с вами шестая лекция, как и все лекции в этом курсе, посвященные еще одному взгляду на качество программного кода. Мы уже пять лекций посвятили анализу исходного кода с точки зрения его синтаксиса. Мы разобрали метрики, касающиеся размера кода, касающиеся его сложности, касающиеся его запутанности, понятности. И все это время, все эти пять лекций, мы говорили о коде как о тексте, который состоит из выражений, стейтментов, переменных, процедур и так далее. Я бы сейчас пытаюсь сформулировать. Мы работали с качеством на уровне, неправильно, наверное, будет сказать на уровне кода, потому что мы дальше тоже будем с кодом работать. Но мы оставались на уровне синтаксиса. Мы читали код, условно, как некий текст в своем изолированном виде более-менее. Мы наблюдали за тем, что происходит в рамках одного файла или одного класса, или одного метода. Сейчас же мы переходим к метрикам, которые касаются дизайна. Сейчас мы начинаем смотреть на код с более такой, что ли, высокой, с более отдаленной перспективы. Нас интересовать будут сейчас взаимосвязи между элементами кода. Внутренности кода нас тоже будут по-прежнему интересовать. Но когда мы говорим о дизайне, мы говорим о взаимодействии между элементами программного кода. Вообще существует, как я это понимаю, наверное, три уровня программирования. Три уровня, на которых программист или архитектор или дизайнер работают. В общем, создатель программного кода работает. Наверное, первый уровень – это, собственно, код, когда мы делаем так называемый программинг или кодинг, когда мы имплементируем тот функционал, который нас интересует. Второй уровень – это, наверное, дизайн. В этом случае мы принимаем решение о том, как модули, которые мы запрограммировали, или кто-то запрограммировал, будут между собой взаимодействовать. И в этом случае нам начинают помогать такие языки, как UML. В этом случае нас интересуют такие метрики, как каплинг, которые мы сегодня будем обсуждать. Это все уровень дизайна. И существует, в моем понимании, третий уровень – это уровень архитектуры. В этом случае мы задумываемся над тем, как те модули или те системы, которые мы собрали из компонентов во время дизайна, как они между собой будут взаимодействовать на уровне компьютер-то-компьютер, я бы так сказал, или сервер-то-клайн. Клиент-серверная архитектура, она, например, является одним из примеров того, как мы соединяем между собой многомодульные системы. Сервер может внутри себя включать много модулей, клиент тоже может состоять из многих модулей, а вот соединение между собой создает нам, дает нам именно такую клиент-серверную архитектуру. То есть три уровня – программирование, дизайн и архитектура. На каком уровне вы находитесь, вы можете находиться на всех трех уровнях одновременно, если вы делаете программный проект самостоятельно. Если же у вас команда, и команда большая, то, я так понимаю, что рекомендуется, и это правильно разделять людей по этим трем уровням. Кто-то занимается программированием больше, кто-то занимается дизайном больше, а кто-то отвечает за архитектуру. Если они между собой будут правильно взаимодействовать, то получится такой вот правильный оркестр из людей, которые на трех уровнях делают то, что нужно. Итак, мы сегодня будем говорить про второй уровень, про каплин, про метрику, которая касается уровня дизайна. Значит, в 1974 году, видите, мы постоянно с вами говорим о вещах, которые были придуманы еще задолго до вашего рождения, и моего в том числе. В 1974 году была опубликована такая, ну, статья, да, все правильно, статья в журнале, она достаточно короткая, достаточно простая, вы ее можете прочитать за 20 минут, я вам очень рекомендую с ней ознакомиться, написана простым языком, она, в ней три автора, вот один из них, вы видите его на картинке, они предложили следующую идею. Во-первых, они сказали, что, я даю цитаты из статьи, я не знаю, кто именно сказал, но подчеркиваю вам имя того автора, который вы видите на фотографии. Они сказали, первая их мысль была такая, чем меньше и чем проще связи между модулями, тем легче будет понимать каждый модуль, не глядя на то, что написано, из чего состоит другой модуль. То есть, они постулировали эту мысль первыми, видимо, до этого, до них, видимо, это тоже, наверняка это понимали, но не сформулировали. Вот они сформулировали эту мысль, что чем меньше у нас связей, и чем эти связи проще, тем нам легче будет работать с каждым модулем. То есть, если вы пишете класс, если вы создаете этот класс, или модуль, или микросервис, или функцию, например, класс, и этот класс зависит от многих других классов для своей работы, например, он обращается к другим классам, создает инстансы других классов, отправляет к ним какие-то данные, получает от них какие-то данные, то чем больше таких связей будет, тем хуже, тем сложнее будет понимать, как устроен ваш класс и с ним работать. А значит, тем хуже ваш программный продукт, если его сложнее понимать, сложнее поддерживать. Вот такая вот несложная мысль была высказана. И они предложили термин «каплинг». Они предложили, в тот момент это еще была не метрика, это была некая идея. Это было сказано, что вот это количество связей между модулями мы можем измерить как-то. Они не говорили точно как, ну, например, просто в количестве. Наверное, они говорили, но в тот момент это не было еще метрикой. Они говорили, ну, давайте просто посчитаем эти связи, давайте посмотрим, сколько, от скольки модулей зависит наш модуль. От одного, от двух или от пятнадцати. И чем цифра больше, тем хуже. И назвали это, это количество этих связей, или степень связи между модулями, степень связи модулей между собой, назвали их «каплингом». То есть, чем каплинг выше, тем хуже. Чем более ваш модуль, ваш класс «каплд» с другими классами, тем хуже. Ну, вот такой я нашел в интернете, такую несложную картинку, которая объясняет эту идею визуально. Слева у нас так называемый «тайт каплинг», то есть такой тесный, интенсивный, в общем, агрессивный, что ли, каплинг. И «луз каплинг», такой слабый, развязанный, потерянный, что ли, каплинг, который позволяет модулям быть друг от друга вдалеке. Вот когда мы эти модули соединяем вот таким образом, когда они между собой переплетены, когда связи очень тесные, когда связей много, мы получаем вот такие вот три свойства. Мы получаем, например, это в этой статье так написано, больше взаимозависимости, больше координации нужно между ними и больше information flow, то есть информация между ними обменивается с значительно более высокой интенсивностью. Обмен информацией происходит более интенсивно. В этой же картинке, которая справа, вы видите, что связей меньше, потому что в левой картинке мы даже не знаем толком, сколько их. Они могут быть находиться внутри, самые разные пересечения могут существовать, и мы даже можем их... Не всегда может быть понятно, сколько их. Если же у нас связи строго определены, связь модуль А условно обращается к модулю Б только исключительно по вот этому интерфейсу. Один другому передает, мы видим этот интерфейс, он explicitly defined, и он один. То в этом случае мы имеем loose coupling, то есть у нас меньше взаимозависимости, меньше нужна координация между ними, и information flow меньше. Информация передается между ними меньше. То есть модули становятся такими более самостоятельными. Они, каждый модуль внутри себя делает все, что им нужно, не будучи зависим от других модулей, или будучи зависим, но через небольшое количество связей. Вторую мысль, которую они... Ну, это не вторая мысль, но развитие этой мысли, которую они предложили, они сказали... Это второй автор этой статьи, Гленфорд Мейерс. Я точно не знаю, как его фамилию правильно произнести, но, наверное, Мейерс. Известен очень этот автор своей книгой The Art of Testing, I think. That's the right name. Искусство тестирования, которую я вам рекомендую, очень рекомендую прочитать. В общем, поищите его книги. Его центральная книга – это о тестировании, о том, как мы должны организовывать тестирование в программных продуктах. Вам обязательно с ней нужно познакомиться. Так вот, эти ребята написали, что каплинг – это степень силы, ассоциации, установленных теми коннекшенами, которые мы имеем между модулями. То есть каплинг, насколько сильно они связаны. И даже не говоря, что strong каплинг, они вводят термин strong, это сейчас мы используем tight каплинг, больше, чем strong. Ну, в то время они говорили strong. Так вот, этот strong каплинг, сильное взаимодействие, оно усложняет систему, потому что модули трудно, и тут три глагола я подчеркнул, понимать, изменять и корректировать. И, в общем-то, это и есть то, о чем мы говорим. Если модуль трудно понимать, трудно изменять и трудно корректировать, то мы имеем неподдерживаемую систему, которая в итоге будет доставлять только проблемы, а не функционировать как нужно. И дальше они говорят, что сложность может быть reduced by designing systems with the weakest possible coupling between... То есть нужно делать системы так, чтобы у нас было наиболее слабые связи между модулями. Чем более слабые связи, тем лучше. Это может звучать контринтуитивно для некоторых из вас. Нам казалось бы, что модули, наверное, должны хорошо знать друг о друге. Они должны, наверное, хорошо понимать, кто чем занят. Они, наверное, должны тесно взаимодействовать, для того, чтобы получилась хорошая система, которая вовремя передает в нужное место нужную информацию. И каждый модуль может взять, что ему нужно из соседнего модуля. Они не прячут информацию друг от друга, они делятся, так сказать, добровольно. И они позволяют другим модулям получать доступ к своим данным, так, как им нужно и в такой форме, как им удобно. Но это может быть такая интуиция, но она вас не должна, вы не должны ее слушать. Ну, представьте себе, например, у вас есть один модуль, я вам такой пример приведу, чтобы было более иллюстративно. Представьте, что у вас один модуль – это база данных, а второй модуль – это система, которая строит отчеты, например, из этой базы данных, и пользователю показывает какие-то статистические таблицы из этого хранилища. И у вас есть, условно, язык SQL, например, это у вас база данных на MySQL создана. И вот у вас есть язык SQL, через который вы можете обратиться к этой базе данных и получить, в общем-то, любые данные, собрав из существующих таблиц нужные джоины, соединив их вместе, применив какие-то функции, достав эти данные и дальше сделав репортинг. В этом случае модуль репортинга, который строит отчеты, он имеет полный доступ к базе данных, к любым таблицам, если он обращается к ней через язык SQL. И при этом возникает такой tight coupling, strong coupling. То есть у нас модуль отчетности и модуль базы данных, они очень сильно между собой связаны. Модуль отчетности знает очень много о том, что происходит в базе данных. Хоть у нас и connection единственный, один единственный, но вот эта вот сила, сила ассоциации или сила этой связи, она очень высока. То есть хотя у нас и действительно мы идем по одному каналу связи, но то, насколько интенсивно мы забираем информацию из базы данных, настолько мы ее широко, что ли, используем, насколько много мы знаем о том, что в этой базе данных находится, какие там таблицы, какие между ними связи, какие foreign keys, какие вообще функции существуют в этом MySQL, что это вообще MySQL. То есть все эти знания, знания, они делают нашу связь очень strong, очень tight, мы слишком тесно связаны с этой базой данных. Это приводит в перспективе к сложностям. Если завтра мы захотим поменять то, что находится в базе данных, то нам придется менять и модуль репортинга. Нам нужно будет делать изменения в двух модулях одновременно. И это усложняет поддержку системы, потому что, ну, по многим причинам. Допустим, модуль отчетности писал один программист, а модуль базы данных писал, модуль базы данных, то есть саму базу данных писал другой программист. И мы, нам будет нужно найти одновременно два программиста для того, чтобы они эту систему поменяли. Это хорошо, если два модуля. Представьте, у нас появляется третий модуль, который не отчеты строит, а, например, вносит данные в эту базу данных. И он тоже знает о том, как устроена база данных. Он тоже знает о том, какие там таблицы, и что это вообще MySQL. И вот они втроем, такой дизайн мы имеем, в котором все друг, ну, не все база данных не знает об этих двух модулях, но эти два модуля знают все, что можно знать о базе данных. Изменять эту базу данных будет практически невозможно без изменения этих двух модулей. И это плохо. Лучше, для того, чтобы не было такой связи тесной, лучше вставить еще один модуль в эту систему, который будет промежуточным элементом. Ну, например, это одно из решений. Вставить еще один модуль, который будет стоять между этими двумя. Это может быть API какая-то библиотека, это может быть отдельный действительно микросервис, в зависимости от масштаба решения. К которому будет обращаться модуль отчетности и модуль генерации данных, и они не будут знать, что речь идет о MySQL. Они не будут знать, что хранение у нас обеспечивается реляционной базой данных. Они будут только знать, что у них есть несколько всего API функций, через которые они могут сделать то, что им нужно. Для модуля отчетности нужно собрать какие-то данные в виде какой-то таблицы. Ему не нужно, в общем-то, знать, по большому счету, что данные хранятся в SQL формате. Ему не нужно знать, что это реляционная база данных. Ему даже не нужно знать толком какие-то таблицы. Ему нужно выполнить несколько функций. Ему нужно для себя. Ему нужно выбрать данные, агрегированные в таком-то формате. Вот давайте дадим ему такие 2, 3, 4 API entry point, в которые он будет обращаться и говорить, собери мне данные в таком-то формате. И уже этот промежуточный модуль, который мы вставим, он уже будет знать о том, как обратиться в базу данных. У нас останется связь между этим дополнительным модулем, который мы вставили, и базой данных. Безусловно, между ними связь сохранится, и он будет знать о том, что база данных у нас реляционная. Но эти 2 модуля, которые знали про базу данных, мы их развяжем, мы их сделаем, мы декаплли их, мы сделаем такой декаплинг между базой данных этим 2 модулями, получится, что у нас strong connection останется 1. Так у нас было 2 strong connection, у нас 2 модуля знали очень много про базу данных, у нас остался 1 модуль, который знает очень много о базе данных, а эти 2 знают уже значительно меньше. Мы сделали такой декаплинг, и это хорошо. Такое дизайн решения, оно приводит к более поддерживаемой системе. Есть, конечно, у этого и недостатки, вы сами понимаете, мы замедлили все выполнение, мы сделали его несколько более, ну, performance, безусловно, упадет в этом случае, потому что запросов будет 2, и обрабатывать его нужно будет дважды. Одно дело напрямую, модуль отчетности обращается к базе данных и формирует запрос. Другое дело мы делаем это через такой модуль, вот этот элемент декаплинга, который разделяет их между собой. Можно пойти и дальше, можно продолжать этот декаплинг, можно увеличивать количество модулей, и делать их, систему делать многомодульной с целью достижения этого loose-каплинга. Состояние, в котором каждый модуль знает о соседе очень мало, как можно меньше, минимально. Он обладает минимальными знаниями о соседнем модуле. Но при этом мы, конечно, будем страдать, будет performance, мы будем терять скорость, и у нас будет возрастать количество кода. То есть система будет крупнее становиться, в ней будут дополнительные модули, а значит дополнительный код, который нужно будет поддерживать. В общем, это такой некий трейд-офф. То есть нельзя идти только в сторону декаплинга, только в сторону снижения этих связей, количество этих связей и силы этих связей. Надо, в общем-то, держать баланс. Ну и вы можете подумать, в общем-то, все реляционные базы данных, они были созданы во многом в этом же тренде. То есть раньше, до появления реляционных баз данных, до появления NoSQL баз данных, до появления графовых баз данных, до появления вообще тех баз данных, которые вы сейчас знаете, как базы данных, до этого их же не было когда-то. И в те времена люди, у них были, безусловно, сервера для хранения данных, у них были хранилища данных, но у них не было этого интерфейса, который мы сейчас имеем, вот в формате этого языка, который вы все знаете, в формате языка SQL, он отсутствовал, этот язык, и приходилось просто приложению, вот этому, который строит отчетность в нашем примере, ему приходилось подключаться к серверу, где хранятся данные и, грубо говоря, доставать эти данные прямо из файлов, где они хранятся, то есть находить нужный файл, где лежит нужные данные, находить эту таблицу, доставать из нее путем чтения байт за байтом, читать эти данные из файла и соединять их, возможно, в какие-то более сложные структуры уже самостоятельно и дальше делать с этими данными то, что нужно, но вот этого удобного инструмента в виде SQL языка, через который мы просто формируем запрос и говорим, нам не важно, в каких файлах хранятся данные, нам не важно, какая у вас структура внутри файловой системы, просто выбери мне все имена пользователей из таблицы, те, кому менее 25 лет и все, как он это сделает, какие он файлы зайдет, где он эти файлы хранит, мы decoupled от этой информации, мы отстранились, дистанцировались от этой информации, нам она не интересна и мы не хотим ее знать, вроде бы, казалось бы, мы хотим, да, мы хотим знать побольше, мы хотим быть, как я вам сказал, первая интуиция, вам может давать первое интуитивное такое ощущение, вам может казаться, что хорошо, когда мой модуль знает все о соседнем модуле, так вот, люди пришли к выводу очень давно, что нет, хорошо, когда он мало знает, хорошо, когда клиент не знает, как MySQL хранит данные внутри, хорошо, когда клиенту дают ограниченный набор знаний о том, что в модуле внутри происходит, ему говорят, вот язык запросов, вот этим языком пользуйся, а больше никаких способов обращения к моим внутренностям я тебе не даю, потому что так хорошо для тебя, потому что так хорошо для всей системы, когда мы друг о друге знаем поменьше, вот такая вот идея этого декаплинга, то есть вот здесь, если поставить буковку DE перед словом coupling, получается декаплинг и мы к этому декаплингу стремимся, мы смотрим на систему и на самом деле, когда приходите вы в проект, в котором уже много чего создано и в этом проекте вы имеете проблему, проблемы с maintenance, с maintainability, проблемы с поддержкой кода, проблемы с его улучшением, вы видите, что сложно, что команда недовольна, много дефектов, много проблем, то первое, что нужно делать, это заниматься декаплингом, то есть пытаться разнести в разные стороны модули, которые между собой связаны и сделать эти связи между ними тонкими, сделать так, чтобы мы видели, что только одна связь существует и через этот канал передается только ограниченное количество информации, минимально необходимое, в основном, мой опыт так подсказывает, в основном проблемы с maintenance, они возникают именно из-за вот таких вот, из-за такой архитектуры, как вы видите на картинке слева, когда все между собой переплетено и первое, что мы делаем, это мы двигаемся из этой картинки в эту, мы перед тем, как менять код, мы не баги устраняем, а мы делаем фундаментальные изменения, касающиеся декаплинга, мы находим какой-то, вырываем из архитектуры какой-то модуль, выносим его в сторону и обрываем связи между этим модулем и другими модулями, стараемся их оборвать, делаем так, чтобы они перестали к нему обращаться, а если обращаются, то через только один канал связи, через один интерфейс, и этот интерфейс стараемся сузить, стараемся его сделать все менее и менее широким и доступным, то есть мы закрываемся, мы закрываем модули, если здесь модули, видите, они достаточно открытые на этой картинке, они, каждый из них, ну, пускает соседа к себе в огород, совершенно не, не, как бы, не, при этом ничего не блокирует, никаких, никаких попыток, никаких доступов к данным или функциям не блокирует, здесь же у нас они такие достаточно, недостаточно, они такие максимально индивидуалисты такие становятся, они максимально отстраненные друг от друга, и это хорошо, это то, к чему стали стремиться еще, как вы видите, с незапамятных времен, и стало понятно, что если мы будем идти в эту сторону, то хорошо. Я вот еще нашел такую картинку в интернете, тоже может быть полезно, значит, вы видите, вот на левой картинке они абсолютно uncoupled, такой вот термин, здесь написано uncoupled, здесь мы loosely coupled, а здесь highly coupled, видите, они используют highly, мы уже видели, strong, tight, highly coupled, ну, в общем, любые слова можно здесь применять, но суть в этом, суть в том, что связей много, здесь связей очень много, здесь связей достаточное количество, здесь связей совсем не существует, такую систему, безусловно, вы не сможете, не сможете с ней работать, если в ней вообще отсутствует связи, то есть это плохой пример, это тоже плохой пример, если связей очень много, как я объяснил, вы в итоге будете иметь систему, в которой ее трудно поддерживать, это, наверное, такой более-менее идеальный вариант, в котором этих связей немного. Значит, и последняя цитата из этой статьи, такой основополагающей, фундаментальной, она говорит нам о том, что здесь сказано, что степень каплинга, видите, они тут пытаются, ну, такое, что-то вроде метрики предложить, мы сейчас посмотрим, какие метрики были позже предложены, они пока говорят степень каплинга, которую, значит, эта функция некая, и the function, sorry, это является степень каплинга, является функцией нескольких факторов, и ее сложно establish simple index, они говорят о том, что просто одну метрику такую ввести, ее будет непросто, это было сказано еще тогда, когда они это предложили, и сказали, от чего она зависит, ну, вот, наверное-то эти факторы перечисляют, насколько complicated the connection, как мы увидели, допустим, соединение SQL, язык запросов SQL, он SQL, как хотите, он сложный, и в нем эта степень complication, она очень высокая. Второе, этот connection, он касается модуля самого по себе, либо refers to the module itself or something inside it, то есть здесь эти connection, они могут быть установлены как к модулю, так сказать, с внешней стороны, либо эта связь может идти прямо внутрь модуля, то есть там, например, в модуле совсем нет инкапсуляции, и модуль открывает все свои внутренности, ну, как, например, я вам привел пример с файлами, на которых хранятся данные, в этом случае файл открывает все свои внутренности, и мы попадаем в этот сервер, и дальше начинаем работать с файлами напрямую, то есть в этом случае, наверное, стоит говорить о connection не с сервером, а connection с его внутренностями, и это совсем, конечно, другое дело, это значительно более опасная связь, чем связь, просто если бы мы к серверу присоединялись к какому-то его интерфейсу и говорили, дай-ка нам вот такой сбор данных, которые у тебя там хранятся. Ну и, конечно, последнее зависит от того, что посылается и что отправляется, одно дело, там простые данные пару байт, а другое дело огромные массивы данных по этим коннекшенам пересылаются, и это, в общем, от этих трех факторов, наверное, зависит каплинг, так они считали в то время, не предлагая какой-то конкретной метрики. Это вот третий автор из этой статьи. Ну и еще одну картинку нашел в интернете, тоже иллюстрирующую эту идею, в общем, tightly coupled компоненты, они вот выглядят примерно так, то есть ваша система будет выглядеть примерно так, она будет такая солида, они каждый друг другу могут передать данные, а вы должны стремиться вот к такой системе, где каждый сам себе сам себя изолирует и никого не пускает, кроме чем через те интерфейсы, которые можно. Ну и теперь переходим, собственно, к метрикам, которые были предложены значительно позже, через, как вы видите, 20 лет после того, как была предложена идея. Я не понимаю, если меня спросить, я не понимаю, почему так долго, так много времени занял этот переход от идеи к конкретным метрикам. Я не нашел более ранних метрик, чем 1994 год, может быть, они были, может быть, какие-то были немного раньше, но что-то в 80-х годах никаких метрик я не нашел. Может быть, я ошибаюсь, они были, но вот то, что я увидел, это то, что я увидел. Видимо, людей, наверное, 20 лет подряд мало заботила эта проблема, может быть, не было таких, не знаю, может быть, не было тогда еще такого интенсивного развития идеи модульности, не было архитектур, может быть, сложных, которые мы имеем сейчас. Не знаю, почему, но первую метрику, которую я нашел, она называется coupling between objects, CBO, вот так ее авторы назвали, и она просто очень считается для класса, это количество других классов, которые с этим классом как-то связаны. Все очень просто, вы берете java-класс, в нем он, безусловно, будет как-то связан с другими классами, ему нужен, ну, например, java-класс, я сказал класс, или я не сказал java, ну, например, java-класс мы берем, и этот java-класс, он для своей работы, ему нужны другие java-классы, ну, даже в простейшем случае ему нужен класс, например, string, который представляет строковые литералы. Вот одна связь у нас уже существует, вот мы можем сказать, что CBO для этого класса, она будет равно, эта метрика должна была, эта метрика будет равна единице. Ну, все просто, вот статья, можете почитать, какая-то очень тривиальная метрика, но вы знаете, вот дальше мы будем смотреть другие метрики, далеко люди не прошли от этой CBO, они толком никуда и не ушли. То есть, не получилось, видимо, у нас, у нас как у индустрии, учесть все три фактора, которые здесь перечислены. То есть, мы просто остановились на, мы даже эти три, ни один из них мы не учли, мы просто считаем количество связей. То есть, если мы берем систему вот такую, то мы говорим, какая у нас будет CBO или какая у нас будет каплинг у этого класса. Ну, наверное, это будет один, два, три, четыре, цифра четыре, вот так вот примитивно. Сложность этих связей, мы не обращаем на них внимания. Сложность данных, которые через эти связи передаются, мы игнорируем. Комплексити, структура этих данных, которые между ними путешествуют, мы тоже игнорируем. Наверное, это не очень хорошо, но это то, что мы имеем. Такие вот примитивные метрики. Вот метрика номер один, я вам ее привел пример. Метрика номер два, вот я ее нашел в статье, в которой еще через 10 лет случилась эта статья. Предложили метрику Direct Class Coupling, DCC. Это метрика, и смотрите, о чем она, я цитирую. Детрика, это количество разных классов, которые этот класс Directly Related To. То есть, в чем инновация предложения этой метрики, чем она отличается от метрики CBO, мне не ясно. Я думаю, это одно и то же, просто переименовали и выставили как свою собственную. Метрика включает классы, которые напрямую связаны Directly Related by Attribute Declaration and Message Passing. То есть, мы, грубо говоря, они здесь говорят, то, что в CBO метрики, может быть, четко не сказали, но подразумевали. То есть, если у нас какой-то класс, условно, какой-то класс FULL, и в нем есть, допустим, атрибут String какой-то X, и у него есть какая-то функция String, допустим, BAR, которая сюда принимает, например, класс Integer и какой-нибудь Z, то у этого класса, наверное, мы будем учитывать, что первое, он зависит от класса String, второе, он тоже зависит от класса String, и он зависит от класса Integer. То есть, у него, наверное, этот самый DCC будет равен, наверное, цифре 2. Вот какая-то такая примитивная калькуляция, которая, тем не менее, что-то показывает. То есть, наверное, мы можем сказать программистам, что они должны делать такой дизайн, так свои классы организовывать, так их проектировать, чтобы в них DCC или CBO стремилось к какой-то небольшой цифре. Какое это, наверное, надо решать каждый раз субъективно. Я не нашел каких-то более-менее авторитетных источников, где бы говорилось, какая цифра правильная, но, наверное, интуиция подсказывает, что если эта цифра будет больше 20, то, наверное, у нас будут проблемы с поддержкой этого класса. Если эта цифра будет до 20 или, может быть, даже лучше, до 10, то, наверное, все будет окей. Тут есть еще, по-моему, я сегодня не буду об этом, в слайдах этого не будет, но где-то я встречал такой подход у тех, кто считает метрики. Они пытаются исключить классы, которые из стандартного SDK. То есть, например, класс String, они бы из своего вычисления, из вычисления этого метрики, они бы исключали. Потому что String — это некий такой стандартный базовый класс, и связь с ним можно не считать как важную связь, можно не учитывать в расчете каплинга. То есть, это никакой не каплинг, это некая базовая, некая база, без которой, как вода и воздух, без которой жить невозможно. Ну, возможно, они правы. Значит, дальше некоторые мнения насчет этого каплинга я вам выскажу. Вот всем нам известный и очень любимый автор Мартин Фаулер, который вы наверняка знаете и читали. У него короткая статья в 2001 году, видите, это все было довольно давно, короткая статья в журнале IEEE Software, в котором он посоветовал редюсить каплинг. Он посчитал, он считает, что снижение каплинга — это хорошо. То, о чем мы говорили до него за 30 лет, он подтвердил. Но он добавил свою мысль, сказал, что, как он считает, это ту мысль, которую я вынес из его статьи, потому что в остальном это, в общем-то, он говорит то, что мы знали до этого. Наибольшая проблема, наибольшие проблемы приходят из неконтролируемого каплинга upper levels. То есть, он здесь говорит про архитектуру, я так понимаю. Вот те самые, как я вам сказал, существует три уровня в моем понимании программирования. Это код, это дизайн, это архитектура. Вот он, наверное, говорит upper levels, то есть, наверное, дизайн плюс архитектура, верхний уровень. И он говорит, I don't worry about the number of modules coupled together, but I look at the pattern of dependency between the modules. То есть, ему не важно, что внутри модуля происходит, насколько там couple, ну, условно, класс, я думаю, что речь идет об этом, но о том, как модуля между собой, coupled или не coupled, здесь ему значительно важнее. И, я думаю, с ним мы согласимся, потому что, действительно, проблемы, чем выше уровень в этом вот трехуровневой пирамиде, чем выше уровень проблемы, которую мы имеем, тем эта проблема дороже. То есть, проблемы низкого уровня решать проще. Если у вас проблемы в каком-то конкретном классе, и он связан каким-то другим классом, и это, и он связан слишком интенсивно, допустим, они друг у друга, друг к другу обращаются и друг к другу устанавливают приватные атрибуты, чего мы знаем в той же Java и вообще в объектно-ориентированном программировании делать не рекомендуется. Рекомендуется обращаться друг к другу через методы, а не напрямую менять данные внутри класса. Ну, допустим, у вас есть два класса, они друг с другом вот такой вот осуществляют такой недисциплинированный обмен данными. Вместо того, чтобы передавать их через методы, они просто пишут друг другу прямо в поля. Но это решаемо. Эта проблема значительно легче решить, чем, представьте себе проблему, когда, как я рассказывал только что, когда один модуль, ему требуются данные, а данные у нас лежат на сервере, и он для того, чтобы эти данные забрать, просто соединяется с сервером, находит на сервере нужный файл, достает этот файл, достает соседний файл, между ними какие-то связи устанавливает и дальше с этими данными работает. Но это будет ситуация значительно более драматическая, потому что более крупные системы между собой так неграмотные, так недисциплинированно интегрированы, что это приведет, конечно, к тяжелым последствиям. Это вот Мартин Фаулер нам об этом сообщил в своей короткой статье, и мы с ним согласны. Действительно декаплинг, он нужен, безусловно, в первую очередь на более высоких уровнях. Если вы приходите в проект и видите там, что происходит такой интенсивный обмен данных между двумя модулями, например, двумя веб-сервисами, они между собой слишком много передают данных, они знают друг от друга слишком много, то ваше первое, конечно, действие в этом проекте будет произвести декаплинг, то есть разорвать их, разорвать эту связь. И сделать так, чтобы они знали друг от друга только минимум, абсолютный минимум, который им необходим. Ну, для этого, может быть, можно будет ввести какой-то дополнительный модуль между ними поставить, который бы этот декаплинг помогал сделать. Ну и дальше переходим к интересной метрике, которая тоже стоит знать. Она не более сложная, чем те две метрики, которые мы уже видели, она чуть более интересная. Ее предложил Стив МакКоннелл, Стивен МакКоннелл, тот же очень любимый нами всеми автор, который вы обязательно должны знать и прочитать эту книгу CodeComplete, которую, я думаю, что это такая должна быть Библия любого программиста, который хоть как-то интересуется качественным программированием. Она хоть и старая, безусловно, ей уже 20 лет, но то, что там, то, о чем идет там речь, не поменялось за эти 20 лет практически совершенно. Мы остались в тех же парадигмах программирования, мы остались в тех же проблемах, мы остались в том же объектно-ориентированном программировании, о котором там в основном идет речь. Все осталось там же, и надо об этом знать. Значит, он предложил две метрики. Fan-out и Fan-in. Значит, Fan-out — это это значит, что класс, о котором идет речь, использует большое количество других классов. То есть Fan-out — это насколько интенсивно мы используем другие классы. А Fan-in — это количество классов, которые нас используют. Ну, я думаю, очень несложно. То есть они разбили эту метрику, которую мы уже видели, DCC или CBO. Они разбили эту примитивную метрику, которая считала просто количество связей. Они разбили ее на две составляющие — на то, кого мы используем, и то, кто нас использует. И, в общем-то, это помогло нам во многом начать это все считать. Потому что для того, чтобы нам посчитать метрику тоже DCC или тот же CBO, нам нужно видеть систему всю целиком. То есть вам нужно не просто смотреть на код одного класса, а вам нужно видеть все классы для того, чтобы понять, кто меня использует. И по-другому этот CBO, например, или DCC, мы не посчитаем. Понимаете? Если у вас есть два класса и один класс, например, вот такая картинка. Вот этот класс и вот этот класс. И вот у нас есть класс A и класс B. Класс B вызывает класс A для того, чтобы что-то сделать. Мы в этом случае CBO этого класса для того, чтобы посчитать здесь. Здесь-то мы CBO полегко посчитаем, потому что мы посмотрим на код класса B и скажем, ну, это единичка. А как нам здесь посчитать единичку? Нам же для расчета этого CBO в классе A нам нужно видеть класс B. То есть нам нужно анализировать весь код. Нам нужно видеть всю программу или даже все библиотеки, которые рядом находятся. Иначе мы не поймем, кто же использует. Тут же могут быть какие-то еще связи с этим классом A. Мы же не знаем точно, откуда они. Ну, глядя просто на класс A, этого понять невозможно, даже если он скомпилирован или он в исходном коде. Как ни крути. То есть CBO здесь будет большой вопросительный знак и расчет его затруднителен. В случае же с метрикой fanout и fanin мы имеем ту же картинку. Если мы имеем класс A и класс B, у нас есть вот такая связь, то fanin у нас здесь будет, наверное, единичка, fanout здесь будет, наверное, нолик. Здесь, соответственно, fanin будет нолик, а fanout будет единичка. Но опираться мы можем в этом расчете на просто то, что перед нами, на только исходный код класса A, тогда мы метрику fanin посчитать не можем, мы ее вычеркиваем. И ее многие инструменты и не считают. Если вы возьмете какие-то инструменты для контроля качества кода, то вы увидите, что они умеют работать только с метрикой fanout. Потому что расчет fanin значительно более тяжелый. Для этого нужно смотреть все классы и, в общем, анализ будет во много раз сложнее. А с fanout все просто. Все просто. Мы смотрим на исходный текст класса, делаем синтактический анализ, видим, какие другие классы, каким он обращается. Ну, в большинстве случаев, если, допустим, там внутри рефлекшн используется, ну, когда создается класс по строке, по строковому литералу, во время компиляции он не известен, этот имя класса. Оно генерируется пользователем в зависимости от пользовательского ввода. И потом генерируется строка, которая, в общем-то, является именем класса, который нужно загрузить. В этом случае fanout мы не посчитаем. Он для нас будет нулевой по данной строчке кода. Но кроме этого, кроме таких случаев, кроме случаев рефлекшн, в остальном fanout посчитать несложно. И это здорово, потому что, таким образом, такую непонятно, как посчитать метрику, разбили на две составляющие, и она стала практически применимой. Ее стали применять. Ну, вот такая несложная иллюстрация fanin, fanout. Если вы посмотрите то, что я вам только что нарисовал. Если вы посмотрите на вот этот класс, то у него fanin будет равен двойке, а fanout у него будет равен тройке. In это как нас использует, а вот это кого мы используем. Ну, и тут они говорят, высокий fanin, fanout. Видите, слэш поставлен. То есть, высокий либо этот, либо этот. Indicated показывает нам высокую комплексити, высокую сложность кода. Надо снижать. И тот, и другой, конечно. Но снижать этот можно, потому что можно программисту поставить это на вид и сказать, у тебя класс с очень высоким fanout. Как его поймать с fanin большим значительно сложнее. Он написал свой класс. Ну, да, его многие используют, а я-то здесь причем. Да, мой класс используют другие классы. Что мне сделать? Как мне в моем pull-реквесте условно? Я написал pull-реквест, сделал код, прислал его вам. А вы мне говорите, fanin слишком высокий. И что? Как мне с этим дальше поступать? Что я могу изменить? А если fanout высокий, то мы говорим, ну, смотри, много от тебя связей идет наружу. Меняй их, изменяй, уменьшай. Делай свой класс более таким, менее требовательным к внешним ресурсам. Вот тоже еще одна интересная статья. Они анализируют fanin, fanout метрики в объектно-ориентированных программах. Уже совсем не так уж давно написано. Они сделали интересный вывод. Я почему эту статью показываю? Они сделали интересный вывод. Они обнаружили некий evidence, empirical evidence. Это то, что, в общем-то, и вы ищите в своих исследованиях. Вы ищите evidence. Ищите не только доказательства, не proof, а ищите артефакты, которые вам засвидетельствуют определенную ситуацию. И вот они нашли свидетельство того, что определенные certain key classes и client classes... А, секундочку. Они нашли свидетельство существования трех типов классов. Первое – это key-классы, второе – это client-классы и третье – это сервер-классы. Так вот, client у него высокий if and in, if and out. Такие у них три категории они выделили. Первый – это такой key-класс, второй – это client и третий – это сервер. И вот если здесь поставить тот самый fan-in, fan-out, то получится такая табличка. У клиентов высокий fan-in и высокий fan-out, у key-классов. У клиентов высокий fan-out, а у сервера высокий fan-in. То есть, в общем-то, можно понять эту терминологию. То есть, они говорят, что есть некие ключевые классы, key-классы, то есть, от которых все зависят и которые еще и от всех зависят. То есть, классы, без которых невозможно прожить, потому что они всем нужны и им все нужны. Такие ключевые классы. Наверное, эти классы являются ключевой проблемой в maintainability. Наверное, правильно было бы, если нужно рефакторинг делать, если нужно улучшать код, то нужно бить по этим ключевым классам, нужно с ними что-то делать. Потому что они прям вот являются такими камнями преткновения, что-то робот-блоками. Вокруг них все вертится и это плохо. Второй, наверное, тип – это клиентские классы. То есть, у них fan-out большой, они ко всем подключаются, они со всеми, они от всех что-то хотят, но они никому толком не нужны. То есть, они клиентские, они обращаются по какой-то своей нужде, по какой-то необходимости к остальным классам. Ну и серверные классы, тут все понятно. К ним, наоборот, все приходят, у них высокий fan-in. Ну вот такая интересная evidence они нашли. То есть, они разделили, они увидели, что классы разделяются на категории. Это интересно. То есть, оно не все одинаково размазано, этот fan-out, fan-in по всем классам, а есть какая-то категоризация, есть какие-то выделенные зоны в программировании. Вы тоже в своих исследованиях можете к чему-то такому прийти. Когда вы соберете данные, то вы, возможно, увидите, что есть какие-то классы, есть какие-то зоны, в которых у классов определенные свойства. Это будет тоже интересный evidence. Они не объясняют, почему так. Они говорят, мы нашли вот свидетельство таким, такому поведению. А дальше вот мы, например, я, например, взял и объяснил это вот так. Я, моя трактовка этого такая, она может быть, она очень субъективная. Я это вижу так, что есть ключевые классы, и это плохо, и нужно с ними бороться. Другой кто-то истолкует это по-другому. Но они лишь нашли свидетельство такого поведения. Ну вот я вам собрал немножко fan-out as a metric. Кем она поддерживается? Не так много инструментов, я вам скажу. Например, для JavaScript я вообще не нашел. Есть такой инструмент для JavaScript, который мы все любим использовать, ESLint. Наверное, вы тоже с ним сталкивались. Но вот он, я не нашел ни в нем поддержки этого fan-out, ни плагинов для него, которые вы поддерживали. Может быть, их вообще не существует, тогда вот вам open-source проект, который вы можете сделать и помочь комьюнити в его улучшении качества кода. Для Java я нашел. CheckStyle, например, очень популярный инструмент для контроля качества кода, который мы тоже все используем и очень его любим. Он поддерживает fan-out метрику. Fan-in я не нашел вообще никого. Я думаю, что ее никто не поддерживает или близко к никто. Может быть, какие-то академические проекты. Но в индустрии, так чтобы можно было ее, эту метрику увидеть, я не нашел. Могу ошибаться. Тут я просто свой опыт программирования на всего нескольких языках рассказываю. Так что, возможно, такие метрики есть. Если есть, то это будет здорово. Ну, всего несколько для fan-out. Почему так? Ну, я думаю, что на эту метрику мало кто обращает внимание. Она уже, как я вам сказал, на уровне дизайна. И люди во многом останавливаются в своей попытке сделать качественный код на проблемах первого уровня, на проблемах кодирования, на проблемах просто написания кода. И поэтому, может быть, так я это понимаю. Опять это моя субъективная трактовка. Мне кажется, что пытаясь сделать код лучше, люди включают всякие стайл-чекеры и статические анализаторы, которые чекают код на уровне синтаксиса, на уровне программирования. А до уровня дизайна уже мало кто доходит. До уровня архитектуры вообще никто не доходит. Здесь, я думаю, вообще невозможно. Или я не знаю как. Это, наверное, какие-то сложные очень инструменты. Может быть, можно архитектуру сначала преобразовать в какой-то формальный вид, например, в язык UML или язык OCL, в котором будет описана архитектура, где будет не просто на бумаге сказано, что у нас есть клиент, который через SQL обращается к серверу, а будет это в каком-то формальном виде сформулировано. И потом мы запустим какой-то анализатор, который скажет, вот смотрите, я увидел, что ваш модуль обращается к этому серверу через SQL, и это говорит о слишком strong каплинге. Я такого инструментария в индустрии не встречал. Наверняка он существует где-то в академических проектах. Вот такая вот история с этой метрикой fanout. Мы больше про нее не будем, заканчиваем на этом. Я вам рекомендую на нее обращать внимание. По крайней мере, сейчас вы будете понимать, о чем идет речь. Если вы встретите такую метрику, если вам где-то какой-то, например, вы будете использовать чек-стайл, и он вам скажет, что fanout у вас слишком высокий, вы понимаете, о чем идет речь. Это, в принципе, интуитивно будет понятно. Он вам скажет, он вам объяснит, что он имеет в виду. Так что метрика примитивная. И, как я вам сказал, она с 1974 года, за 50 лет, она не... Мы не придумали более качественную метрику, к сожалению. Наверное, потому что это сложно. Наверное, потому что это сложно. А может быть, еще и потому что не нужно. Может быть, потому что качество кода, который мы все пишем в индустрии, он настолько низкий. Это моя опять субъективная оценка. Я считаю, что код, который мы пишем все вместе, его качество, оно не просто оставляет желать лучшего, а оно... Оно такое, как будто исследования по качеству кода прошли впустую. Большинство исследований, которые начались еще 50 или 60 лет назад, как будто их не было. Многие... Большинство команд программистов, которые я знаю, они работают без особого внимания к качеству кода. То есть, для них качество — это по-прежнему работоспособность. Они считают, что качественный код — это код, который работает. И когда им говоришь, что код, что качество кода — это все-таки не то, что это вы говорите о качестве продукта, вы говорите о качестве решения, но качество кода — это совершенно другая метрика или метрики, то в основном это вызывает улыбку и такое ощущение, что я из какого-то академического мира к ним прихожу и пытаюсь какую-то такую теорию, оторванную от жизни, приложить к их праведному труду, когда они создают рабочие системы, которые приносят пользу людям, они работают. Какая разница, как написан код? Ну да, мы там где-то какой-то каплинг выше. Кого это интересует? Вот такое отношение в индустрии, к сожалению, к качеству кода. Я бы хотел, чтобы у вас отношение было другое, чтобы вы понимали, что качество — это, на мой взгляд, важнее, чем функциональность. То есть код, который не работает, но написан качественно, на мой взгляд, лучше кода, который работает, но написан некачественно. Почему? Я уже вам объяснял, потому что программные продукты живут значительно дольше, чем то время, которое с ними находится программист рядом при интенсивной разработке. То есть программный продукт разрабатывают месяц, условно, а живет он год. Его разрабатывают год, а живет он десять лет. И поддерживать его, и если он будет написан понятно, и в нем будет низкий каплинг или как, луз каплинг, слабый каплинг, если в нем будут все остальные метрики такие, каких хотели бы видеть исследователи в области качества программного кода, то поддерживать его будет легче, а значит мы исправим функциональность, мы исправим те дефекты, которые в нем есть. Он будет работать в итоге. А вот если продукт работает, но написан плохо, то он умрет очень скоро, потому что вносить в него изменения будет крайне сложно. И, скорее всего, кто-то сделает из него клон, кто-то сделает из него форк, кто-то изменит его траекторию жизни, если захотят вообще с ним оставаться. Но, скорее всего, его выбросят и сделают новый код, новый продукт. Я вот был буквально пару дней назад на конференции одной софтверной, и там сказали, что один докладчик сказал, что он не привел ссылку, откуда эти данные, но я думаю, что можно поверить этим цифрам, что программист читает программный код 90% времени, а пишет его 10% времени. Возможно, мы можем провести исследование, чтобы эти цифры были не 10-90, потому что они выглядят как немножко такие сказочные, это больше на миф похоже, чем на практическое исследование. Но можно, я думаю, провести это исследование и поставить какой-нибудь плагин, например, в ПДЕ, в среду разработки, программист там. Взять волонтеров несколько человек, поставить им некий плагин, который измеряет время, которое они тратят на скроллинг текста, на перемещение по тексту, на движение по коду и, собственно, время, которое они тратят на введение нового, на введение изменений в код. Я думаю, что если измерить эти две цифры, кто-то и кто-нибудь из вас может заняться таким исследованием, если захотите как-нибудь, я думаю, что цифры будут близки к тем, которые нам назвал докладчик на конференции. Это будет действительно значительно большее время потрачено на чтение, то есть на движение по коду и значительно меньший объем времени люди тратят на написание. А значит, нам важно писать код, который легко читать. Я так это понимаю. Такой вывод, один из выводов, который мы можем сделать из этой статистики. Вот так, я думаю. Ну, идем дальше. Значит, чуть более свежая информация. Вот мне очень понравилась статья, к которой я совершенно недавно наткнулся. Смотрите, обратите внимание на год. Это даже не статья, это блог-пост, в котором автор предлагает две метрики. Ну, тут ничего нового он не говорит. Мы уже встречали эти метрики, только он называет их почему-то afferent coupling и afferent coupling. Ну, это метрика, которая показывает количество number of projects, boundaries that depended upon it. То есть, наверное, это fan in. Он, может быть, просто не знал про нее или он посчитал нужным почему-то другое имя ему дать. Это другая метрика, которая, как это сказать, сопровождающая эту метрику afferent coupling. Total number of projects, это given project depends on. То есть, это, наверное, fan out. Он называет project, здесь он говорит boundaries, то есть, у него тут терминологии... В общем, он почему-то называет это project, модуль. Раньше мы говорили о модулях, теперь он говорит о project. Это нам мало интересно, мы эти метрики уже видели. Но он вводит новую метрику, насколько я понял, он ее вводит, instability. Я, по крайней мере, ее не слышал до этого. Instability, он считает ее как соотношение между fan out и out плюс in. Это соотношение, оно будет между нулем и единицей, где ноль означает totally stable, а единичка totally unstable. То есть, если здесь цифра эта будет у нас нулем, то это значит, что у нас out 0. Правильно? То есть, у нас нулевой верхний числитель. Если out 0, то он считает, что это totally unstable, нет, totally stable. То есть, все от нас зависят, а мы ни от кого не зависим. Все зависят от нас, и это значит, что мы очень стабильны. Если же мы зависим от всех, то есть, если цифра единица, если цифра единица, это означает, что out, это означает, что in будет нулю. Правильно? То есть, если in у нас нулевой, то значит, все зависят от нас. Ну, вот такие два экстремума. Что будет, если мы не зависим ни от кого, никто ни от нас не зависит, тогда, наверное, будет какая-то бесконечность. Ну, этот случай, видимо, не рассматривается. Но, в общем-то, какая-то логика в этом есть. То есть, если все зависят от нас, то нам, наверное... Если, еще раз, давайте проследим логику. Если out нулевой, то значит, мы очень стабильны. Ну да, наверное, так. То есть, мы можем легко менять свой дизайн. Вот, я думаю, здесь речь идет о стабильности дизайна. То есть, если от меня никто не зависит, то я могу делать что угодно с моим дизайном. Я могу поменять его, я могу изменить интерфейсы, я могу сделать полный рефакторинг. В общем, мне все равно, потому что нет никаких fan-in, нет никаких входящих связей, никому я не нужен. И наоборот, если я всем нужен, и от меня много модулей зависит, ну, представьте себе, изменить, например, дизайн того же класса string в Java. Насколько это вообще возможно? Насколько это... Не добавить туда что-то, а изменить, то есть поменять поведение какого-то из методов. Это просто невозможно. То есть, мы абсолютно, в его понимании, unstable. То есть, мы абсолютно... В общем, мы не можем... Мы не можем сделать ничего, потому что все от нас зависят. Ну, наверное, есть логика. Я только не очень уверен с именованием в этой метрике. Мне кажется, здесь как-то надо подумать над терминологией. Во-первых, вот эти fan-in и fan-out использовать, мне кажется, и к ним уже привыкла индустрия. Но вот instability, я не очень здесь согласен, что можно слово. Stable, instable. Но, тем не менее, посмотрите, интересный блокпост, достаточно короткий, его можно прочесть. И увидите, как эта метрика каплинга, как она используется и помогает сделать вывод о том, с чем вы имеете дело, когда вы смотрите на класс, когда вы его пишете. То есть, наверное, вы должны стараться сделать так, чтобы от вас, наверное, зависели поменьше. А если от вас зависят, то сделайте так, чтобы зависели через очень небольшое число интерфейсов. Чтобы зависели через очень, как мы уже в начале сказали, через очень узкое условное такое отверстие API. Через это отверстие они могут с вами взаимодействовать только очень ограниченным числом запросов и ответов. И то, как вы себя ведете, для них должно быть максимально строго прописано и максимально примитивно. То есть, чем более сложный у вас интерфейс, у вашего модуля, чем более сложные методы вы имплементировали, чем более богатый интерфейс у вашего класса, например, или богатый интерфейс у вашего модуля, то есть, вы разрешаете клиентам и так к вам обратиться, и так обратиться, тем хуже. Тем больше вы входите в зависимость от этих клиентов, тем больше они о вас знают. Ну, с этого мы лекцию начали. Тем хуже будет для всех вас, и для них, и для них, и для клиентов этих ваших, и для вас. Вы в итоге получите систему, которую крайне сложно поддерживать То есть старайтесь сделать свои классы супер примитивными снаружи То есть они должны выглядеть как что-то супер примитивное Как какой-то черный ящик, у которого всего две функции И он может сделать либо это, либо это И все И если у вас клиент к вам приходит и просит сделать больше Или вы сами видите, что вам хотелось бы от этого черного ящика получить больше функциональности То подумайте три раза перед тем, как это сделать Перед тем, как добавить туда новый метод Подумайте, а нужно ли это? Может быть оставить клиенту, так сказать, оставить его в состоянии невозможности Спросить что-то дополнительное у нас А может быть надо ввести новый модуль, который даст ему эту возможность Мы не хотим этот модуль раздувать Мы не хотим у этого модуля, так называемую поверхность интерфейса расширять То, если все сложить интерфейсные методы Если все сложить точки входа, которые есть в ваш модуль То это называется surface, interface surface То есть это поверхность, через которую с вами могут взаимодействовать Так вот эта поверхность, она должна быть небольшой Чем меньше, тем лучше И когда вас просят или вы сами видите, что ее хочется расширить То понимаете, что вы таким образом ваш модуль подвергаете дополнительному риску Попасть в дополнительные зависимости и дизайн ухудшится То есть введите новый модуль, создайте новый интерфейс С тоже небольшой поверхностью соприкосновения Поверхностью соприкосновения с внешними модулями Вот эта поверхность, surface этот, он должен быть чем меньше, тем лучше Стремиться к минимуму Еще один я вам слайд приготовил У нас такая лекция, получается, я вам просто накидываю разные мысли Из области каплинга Не получилось структурировать это очень хорошо Потому что тематика такая, на мой взгляд, очень сырая по-прежнему Люди просто что-то такое в этой теме имеют сказать Но какому-то единому строгому пониманию этих измерений Измерения каплинга мы не пришли, как я понимаю, индустрия У нас есть какие-то ощущения Вот смотрите, еще один слайд, показывающий разные каплинги То есть люди придумали разные Например, есть content каплинг, global каплинг, external каплинг, control каплинг, stamp каплинг Придумали много-много разных терминов, которые описывают, как я понимаю, семантику этих связей То есть о чем эта связь? Вот у нас есть один модуль, есть второй модуль, между ними какая-то связь Эти связи, люди поняли, что эти связи могут быть разные Это может быть связь, я передаю тебе параметры какие-то Или я, допустим, обращаюсь к твоим данным напрямую Или, допустим, я обращаюсь к глобальным данным, вот global каплинг Я обращаюсь к глобальным данным, и ты обращаешься к глобальным данным И вот мы вдвоем работаем через эти глобальные данные То есть я не обращаюсь к тебе, я не передаю тебе ничего И я не читаю ничего от тебя Но мы, например, два модуля Два условно даже не микросервиса, а два модуля Один написан на Java, например, другой на C++ И вот мы два процесса, работаем на одном сервере И мы вдвоем сохраняем данные в один и тот же файл Я из него читаю, а другой модуль в него пишет Вот у нас есть global каплинг Да, между нами напрямую связи нет Как это было нарисовано на диаграммах Где показывалось, что каплинг это обязательно связь между... Здесь у нас связь такая происходит через глобальные данные Это связь, связь Если я поменяю структуру этих данных, я один модуль То второй модуль, естественно, должен эти изменения увидеть И к ним адаптироваться Stamp каплинг Это когда модули шерят composite data structure Это очень похоже Stamp каплинг, global Используют только... А, вот здесь, наверное, не совсем так Они используют сложную структуру данных И каждый модуль использует только часть из нее Допустим, у нас есть какой-то общий файл Или даже база данных Например, у нас есть центральная база данных Я к этой базе данных подключаюсь и читаю из одной таблицы А ваш модуль подключается и читает из другой таблицы Вот мы, получается, такой... Называют они stamp каплинг Я из одной структуры... Ну, они пишут здесь composite data structure Ну, чем нам база данных не composite data structure Сложная структура данных Один читает из одного блока и пишет Другой из другого блока Связаны ли мы? Связаны Может быть, это не такая сильная связь Не такой strong connection Как между... Как между... Если бы я, например, данные передавал напрямую Но она существует Этот connection тоже существует И так далее Это всего лишь одна статья, которую я нашел Где некая такая классификация этих типов каплингов Я думаю, что их можно придумать еще... Еще столько же, а может быть и больше То есть, как между собой могут 2 программных компонента 2 модуля быть связаны И все это плохо Все эти связи, они... Они неизбежное зло Вот так Это неизбежный такой сайд-эффект программирования Это плохо, но мы без него не можем То есть, безусловно, нам нужно, чтобы модули были связаны Нам нужно передавать данные Это неизбежно Но объем этого зла неизбежного Надо стараться сократить То есть, сделать так, чтобы модули Еще раз подчеркиваю эту мысль Друг о друге знали как можно меньше Друг с другом как можно менее интенсивно взаимодействовали Тогда ваш продукт будет лучше Во всех отношениях Так, ну и теперь немножко такого Немножко философии вам в конце Послушайте Касающаяся... Касающаяся эта философия Касается каплинга Значит Первое Есть такая проблема Я ее характеризую как страх декаплинга Посмотрите на код, который слева Это java Вот у нас есть метод send В этот метод send мы передаем некий интерфейс money То есть и дальше внутри мы из этого money достаем количество центов И отправляем это то, что мы достали Переменную c Отправляем куда-то через API Несложный метод Money пришли внутрь Из них достали центы И они ушли дальше Представьте, что мы имплементируем Имплементируем теперь этот интерфейс money То есть, собственно, делаем класс Который называется one dollar Он возвращает нам его функция send Она возвращает цифру 100 Все просто Мы передаем туда функцию send Передаем этот instance Передаем instance класса one dollar Send достается и запускается Все вроде бы хорошо Но поскольку это интерфейс Мы сделали decoupling То есть мы здесь внутри этого функции send Мы ожидаем не one dollar А ожидаем money То есть мы ввели этот интерфейс специально Этот интерфейс, я имею ввиду java интерфейс Придумали этот интерфейс Который называется money Он здесь не показан в коде Но он существует Примитивный такой интерфейс с одним методом Мы его придумали для того, чтобы сделать decoupling Для того, чтобы развязать Рассоединить между собой функцию send и one dollar То есть вот эти два товарища Они между собой не связаны То есть они друг о друге не знают вообще ничего Функция send не знает ничего про one dollar Она не знает, что этот класс вообще существует Если бы я здесь вместо money Вот здесь написал бы one dollar То они бы знали друг о друге Они были бы coupled Они были бы связаны То есть функция send знала бы, что существует класс one dollar И знала бы, с чего от него ожидать Знала бы, какое поведение ожидать от функции send Понятно? Мы развели их Мы вставили внутрь интерфейс Теперь функция send не знает, какое поведение ожидать от вот этого метода Она не знает, что здесь может случиться И даже программист, который пишет эту функцию вот здесь Он нажимает сюда мышкой Вот сюда, на функцию send И попадает туда, где нет функционала То есть он попадает в интерфейс Он попадает в заглушку Условно говоря Попадает в место, где Нет Ему ничего Ему ничто не объяснит А как это работает И это в моем понимании хорошо Но есть люди, которые считают, что это плохо И я имел большое количество споров с этими людьми на эту тему Они говорят, что Представьте себе, что есть у нас класс какой-нибудь employee hourly rate Более сложный класс Который не такой примитивный, как one dollar А более сложный Который в ответ на вызов функции send Делает большое количество операций Он идет куда-то в базу данных Он что-то считает Он что-то достает То есть целый функционал внутри И вот этот вот товарищ send Он не знает, что ему могут подсунуть такую имплементацию Что ему могут дать такой функционал Который приведет к куче проблем И программисты говорят, что это нехорошо, когда так может быть Что когда мы не знаем точно, чего нам ожидать Это у них, в моем понимании Это вот диагноз этот называется Страх декаплинга То есть им хочется, чтобы все было у них в руках Чтобы они все видели Чтобы их ожидания Всегда можно было проверить Чтобы они знали, чего ожидать Я считаю, что это неправильно Я считаю, что нужно программировать Предполагая худшее Предполагая полиморфизм Предполагая, что то, что к нам приезжает Оно имеет много форм Оно может принимать много форм Оно может быть и таким Может быть и таким, и таким Мы должны абстрагироваться от этого Мы должны считать, что к нам пришел некий черный ящик И как он посчитает эти центы Как он посчитает значение этих денег, это неважно. То есть мы делаем таким образом программный продукт более fragile, то есть он более хрупкий. Понятно, что если я здесь, например, программирую эту функцию, буду все-таки какие-то ожидания иметь, допустим, что здесь не произойдет ошибки, что здесь не будет никакого обращения к базе данных. Но когда мне подсунут что-то с базой данных, здесь произойдет exception, произойдет fail, фатальная ошибка, потому что база данных выключена, допустим. А я не готов к этому. Я когда дизайнил этот софт, я не думал, что ну как, такой примитивный вызов метода, дайте мне просто количество центов. Ко мне пришли деньги, сколько там центов внутри. Я не предполагал, что к базе данных может быть обращение. То есть я сделал софт, который развалится в рантайме, он более fragile, он более хрупкий. Когда его запустят, и там реальный придет туда, реальный инстанс реального класса, софт развалится, будет рантайм ошибка. И это хорошо. Если он развалится в рантайме, это значит, что мы увидим эту ошибку в рантайме, мы напишем к ней дополнительный юнит-тест, и сделаем эту функцию более устойчивую к разным инпутам, к разному полиморфизму. То есть система, которая устойчива к полиморфизму, это хорошая система. Система, которая ожидает мономорфизм, когда все принимают только одну форму, все зависимости, эта система менее устойчивая, потому что в итоге в результате все равно какой-то полиморфизм появится, и эта система получит рантайм проблемы. Это, если вам интересно больше по этой тематике, вам нужно почитать такую концепцию, есть такая большая-большая идея, парадигма в программировании, называемая fail-fast. Fail-fast говорит именно об этом. Она говорит о том, что делайте ваши системы такими, которые падают, я пытался подавать правильное слово, которые fail, которые приводят к ошибкам или падают, не знаю, правильно на русском, которые фейлятся раньше, чем раньше, тем лучше, то есть которые сигнализируют об ошибках, которые приводят к ошибкам, выполнение которых приводит к ошибкам быстрее, а не позже. И в этом случае в эту сторону нужно, и вот этот декаплинг вам будет помогать. Если вы будете разносить модули, если вы будете через интерфейсы всегда работать, то ваша система будет более хрупкая, более фрайджайл, и вы тогда будете писать больше юнит-тестов, чтобы покрыть эти все проблемы, и у вас в итоге будет система становиться более устойчивой. Такой вот, может быть, контринтуитивный получился у меня аргументация контринтуитивная, но почитайте про fail fast, у меня в том числе на блоге есть статья на эту тему, вам может быть полезно. Вторая мысль, temporal coupling. Я упомянул там в классификации ее, я вам сейчас покажу, что это значит. Посмотрите на код слева и на код справа. Значит, мы делаем одно и то же, мы создаем список, кто на Java программирует, тот поймет, но здесь несложно. Смотрите слева, что происходит. Значит, мы сначала создаем список, linked list, это, тут, кстати, ошибка, нужно здесь еще такие скобочки поставить, это у меня опечатка. Значит, мы создаем linked list, и в него дальше добавляем, вызываем две функции, одну и ту же функцию, некую append, которую мы там где-то написали, некая статическая функция, мы передаем лист как параметр и аргумент как параметр. И она, мы предполагаем, что она добавляет этот элемент в список. И дальше вызываем еще одну функцию, и ее же, и добавляем как бы второй элемент в список. В этом примитивном примере мы предполагаем, что, ну, здесь многое нам подсказывает семантику этих событий, которые происходят. Нам подсказывает, что, скорее всего, последовательно элемент за элементом будут добавлены в список. Но информация о том, что они будут последовательно добавлены, она лишь у нас на интуитивном уровне. Язык, сам синтаксис, нам об этом ничего не говорит. То есть я могу, условно говоря, завтра вот эти две строчки поменять местами, и программа скомпилируется. Компиляция программы не будет нарушена, и я, меняя эти строки местами, я не могу не понять, что я что-то нарушаю. То есть мне не будет, особенно представьте, что между этими строчками вот здесь стоят какие-то еще строки, их много. Допустим, эти две функции добавления в список, первая и вторая, они разнесены по коду далеко. То есть они стоят не так плотно, как здесь в примере, а между ними какие-то еще строчки вставлены. И вот я, глядя на это все, я в какой-то момент решаю, что мне нужен один блок кода сделать до, а второй блок кода после. И я переставляя их местами, я получу вновь компилируемый код. Но семантически он будет уже другой, он будет сломан, в нем будет не та функциональность, которую задумывал ее автор, автор этого кода. Это называется temporal coupling. То есть мы связаны по времени, мы связаны по времени выполнения. Мы обязательно должны первым выполнить эту функцию и второй выполнить эту функцию. Но информации об этом нигде нет, о том, что что идет первым, что идет вторым. Единственное, что это порядок строк в программе. То есть просто по порядку они идут, и поэтому этот temporal coupling у нас в коде присутствует, в неявном таком виде. То есть если бы у нас был какой-то нумерация строк, допустим, здесь было бы сказано, это первое, это второе. Это было бы все-таки получше, потому что я бы не смог передвинуть строчку с цифрой 2, не мог бы ее подвинуть наверх. Компилятор бы мне сказал, смотри, у тебя строчка с цифрой 2 идет выше, чем строчка с цифрой 1. Что-то не так. И тогда бы я понял, а, значит здесь так задумано, что это двойка, это единичка. Они не просто так здесь написаны эти цифры, они имеют некую семантику. Значит, вторая должна идти после первой. Здесь же такого нет. И такое встречается очень часто в коде. Если вы программируете на языках таких полуобъектно-ориентированных, полупроцедурных, то это очень часто болезнь программистов, когда они последовательно выполняют команду за командой, думая, что таким образом они вот этим временным связыванием, они дают достаточной информации для читателя, что я имел в виду, что это идет последовательно, эти команды. Это не так. Это вам кажется, как писателю, как писателю кода, что это так. Но читателю это будет не очевидно. Это temporal coupling, это, в общем-то, некое зло такое в программировании связи между, то мы говорили, помните, о каплинге между классами, каплинг между модулями. Вот есть каплинг между строчками, каплинг между двумя командами. И он, этот temporal, он такой, как бы связывание по времени выполнения, так это называется. И вот альтернативная имплементация, если бы мы вызвали вот так, если бы мы передавали элемент linkedist, если бы мы передавали лист внутрь эту функцию, и функция нам бы возвращала тот же лист, допустим. Это даже не обязательно делать immutable такой интерфейс, обычный мутабельный механизм, но эта функция with, она возвращает тот лист, который ей передали. Вот такую структуру уже поменять здесь местами добавление в список будет крайне сложно, потому что программист увидит, что здесь задумано именно так. И по ошибке он не переставит местами, потому что в левом примере он может просто по ошибке это сделать, он не знал об этом связывании. А это самая главная проблема в связывании, что оно скрытое во многих случаях, оно не всегда видно, не всегда очевидно. И поэтому мы имеем проблемы. Вот этот пример временного связывания. Ну и последнее, за пару минут расскажу, есть у меня такая идея, какое-то количество, несколько лет назад я так себе подумал, что возможно предложить такую метрику. Расстояние каплинга. То есть, когда мы, вот посмотрите на этот код, у нас есть некий класс температура, когда я обращаюсь к классу температура, вот я создаю instance класса temperature, потом я беру toString, то есть вот здесь у нас получится какая-то температура, выраженная в виде строки, то есть это скорее всего будет там допустим 55 по Фаренгейту. И дальше что я делаю, я дальше разбиваю эту строку на две части по пробелу, получаю видимо две строки 55 и f, и дальше делаю parseInt первой части 55 и получаю цифру 55. То есть такой, в общем-то, ну абьюз тех данных, которые вернулись. Я не должен так делать, это очень странное поведение. Я сначала спросил, то есть я для того, чтобы достать T, у меня T, видите, private, я для того, чтобы T отсюда достать, я сделал такую вот манипуляцию. То есть сделал ее не очень легально, не задумывал так автор класса temperature, что с ним будут такие манипуляции проводить. Он думал, что никто не будет T из него доставать, все будут из него спрашивать строковое представление температуры с Фаренгейтами в конце. И он так и сделал, это и вернул. Но мы делаем дальше преобразование этих данных, которые к нам пришли, мы их дальше ими манипулируем. Так вот у меня есть ощущение, что когда из нас данные, когда из класса данные получены клиентам, если они использованы прямо здесь и про них забыли, то это расстояние условных единиц между сервером, который предоставляет данные, и клиентом, который данные получает. Если же мы данные получили, а потом с ними еще что-то сделали, например, их как-то трансформировали и уже с результатом что-то делаем, то у нас расстояние двойка, как в этом примере. То есть сначала единичка до вот этой точки, до txt, до вот этих данных. Сейчас, секунду. То есть у нас до расстояния до переменной txt единичка, а вот расстояние до переменной parts у нас уже двоечка, потому что продолжаем манипуляцию с теми данными. А вот расстояние до переменной t уже троечка. Так вот этот, получается, у нас каплинг между классом темперча и переменной t у нас каплинг 3, ну или distance, расстояние этого каплинга. Можно как-то по-другому эту метрику назвать. Но идея в том, что чем эта цифра больше, тем хуже. То есть в идеале должно быть везде единичка. Данные получил, использовал и забыл о них. Но не продолжаешь их трансформацию. Потому что если продолжаешь их трансформацию, то получается, что эта связь между провайдером этих данных и той точкой, куда она прилетает, она становится очень длинная. И длина этой связи, она влияет на поддерживаемость кода. Ну здесь очевидно, как она влияет. Если, допустим, класс temperature завтра здесь вместо буквы f поставит какую-то букву, например, ну даже если букву f изменит, ничего страшного. Допустим, он здесь вот поставит вместо пробела, он уберет пробел и сделает вот так. Процент d и сразу f. То тогда весь этот код, который мы имеем здесь, он перестанет работать. Точнее первые две строчки работать будут, но дальнейшие все трансформации, они перестанут работать. Но знать об этом этот класс temperature не будет. То есть автор класса temperature, он поменяв эту строку, у него большая часть кода скомпилируется. Да вообще весь код скомпилируется. Но выполнение его будет нарушено. И все потому, что люди допустили такой длинный каплинг. То есть допустили такую удлиненную, большая дистанция до конечного применения этих данных, которые вышли из класса. Вот у меня такой личный ему взгляд на каплинг. Мне кажется, что такая метрика могла бы, я ее описал в блог-посте какое-то время назад. В общем, если вам интересно, можете посмотреть. Было бы здорово такую метрику заимплементировать. Это пока просто теория. Я думаю, что если бы можно было сделать анализ кода на Java через синтаксическое дерево, например, в Java, и посчитать дистанцию этого каплинга, мы бы могли получить очень интересные результаты. Мы бы увидели, как далеко люди уходят с теми данными, которые им предоставил класс. Вообще в объектно-ориентированном программировании идея же инкапсуляции данных в том, чтобы не отдавать данные другим классам, пытаться их удержать внутри себя. А если уже отдается, если уж данные мы отдаем, то данные должны быть там использованы, но дальше никакого процессинга не предполагается. Если вам нужна была температура реальная, если вам нужна была буква T здесь, в этом классе, то нужно было просто бы спросить у меня этот T. То есть сделать эту модификацию класса temperature и какой-то туда добавить метод getT, например, или get, ну не знаю, getValue, что-нибудь. Но не вот такими вот трансформациями, которые явно создает дополнительный каплинг, совершенно не нужен.